Проверка внезапностью перед главным экзаменом года. Проверка внезапностью перед главным экзаменом года войска и силы Центрального военного округа приступили к контрольным занятиям в рамках внезапной проверки их боеготовности. К проверке привлечены около 700 подразделений. На полигонах в Сибири, на Урале и в Поволжье военнослужащие демонстрируют навыки управления многотонными бронемашинами, точную стрельбу из орудий, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, выполняют нормативы по тактической и тактико-специальной подготовке. Всего к проверке привлечены порядка 150 тысяч военнослужащих, до 500 единиц летательных аппаратов, более 20 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, 35 кораблей и судов обеспечения. Так, военнослужащие горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Республике Тыва, провели на горном полигоне Карахаак рекогносцировку маршрута выхода войск в целях усиления охраны прикрываемых участков государственной границы. Накануне они совершили марш на штатной технике в районы сосредоточения, развернули полевой узел связи, замаскировали позиции и организовали охрану. В финале проверки мотострелки проведут двусторонние ротные тактические учения, в которых будут задействованы новейшие бронеавтомобили «Тайфун-К», проходящие войсковые испытания на базе бригады «Соединения» и частицва, дислоцированные в Поволжье, совершили многокилометровые марши из пунктов постоянной дислокации к железнодорожным станциям в Самарской и Оренбургской областях. Там с личным составом проводятся занятия и отработка нормативов по погрузке и выгрузке техники, материальных средств и личного состава, уточнение расчетов на перевозку соединений и частей различными видами транспорта на дальние расстояния. Тем временем пять дивизионов с системами С-300 и два дивизиона, вооруженные зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцерс», из состава дивизии 14-й армии ВВС и ПВОцва совершили марши на запасные позиции, развернулись там и заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах. Особое внимание уделяется отработке и усилении охраны важных государственных объектов. Так, дополнительные меры безопасности были приняты в Свердловской области в отношении атомной электростанции, ряда гидротехнических сооружений автомобильного моста через реку и сеть. К выполнению учебно-боевых задач были привлечены подразделения борьбы с диверсионными группами из состава мотострелкового полка танковой дивизии ЦВА, дислоцированного под Екатеринбургом. Всего к проверке привлечены порядка 150 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения. В свою очередь, военнослужащие миротворческого соединения ЦВА, дислоцированного в Самарской области, отработали вопросы охраны и обороны стратегических объектов, расположенных в регионе. В ходе практических действий сформированные в составе бригады подразделения по борьбе с диверсионно-разведывательными группами во взаимодействии с правоохранительными органами обеспечили усиленную охрану Жигулевской гидроэлектростанции и Международного аэропорта Курумоч. Подняты по тревоге бригады ракетных войск и артиллерии ЦВА, дислоцированные в Оренбургской области. К проверке привлечены ракетные соединения на комплексах Искандер-М и артиллерийская бригада, вооруженная 240-мм самоходными минометами «Тюльпан». Военнослужащие совершили марш на штатной технике в назначенные позиционные районы, приступили к отработке задач по развертыванию полевых подвижных пунктов управления, инженерного оборудования, а также по маскировке огневых позиций. Подразделения из соединения специального назначения ЦВА, дислоцированного в Самарской области, выполнили комплекс мероприятий, включающих в себя подъем по тревоге, получение оружия, боеприпасов и экипировки. Водители на бронеавтомобилях «Тигр» «Тайфунка» вышли из парка боевых машин и совершили марш в район сосредоточения протяженностью около 100 километров. В назначенных районах спецназовцы отрабатывают тактические действия по борьбе с диверсионными группами условного противника, а также задачи по усилению охраны важных государственных объектов в зоне их ответственности. Кроме того, более 500 военнослужащих соединения провели тактико-специальное учение с применением авиации и беспилотников. По замыслу учения подразделениям нужно было провести разведку в глубоком тылу противника. На подконтрольную боевикам территорию спецназовцев доставили вертолеты Ми-8, после чего военнослужащие десантировались с парашютом «Арбалет-2» с высоты 3000 метров. В рамках внезапной проверки боеготовности войск, сил, свовоеннослужащие бригады управления 41-й общевойсковой армии ЦИВА, дислоцированной в Новосибирской области, развернули многоцелевой мобильный комплекс связи «Редут-2УС» и обеспечили скрытое и устойчивое управление войсками. Для выполнения учебно-боевой задачи связисты также задействовали современный цифровой комплекс связи П-240 и 4 переселенец, радиостанцию средней мощности Р-160-05. По уже сложившейся традиции ни одно крупное учение, к которым можно отнести и начавшуюся внезапную проверку, не обходится без подразделения радиационной, химической и биологической, РХБ, защиты. Так, в рамках продолжающейся проверки в Самарской и Свердловской областях проведено тактико-специальное учение с подразделениями РХБ защиты, в ходе которого отработаны вопросы выявления обстановки на маршрутах движения и в районах предстоящих действий войск. Напомним, что 24 июня в соответствии с решением Верховного Головнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. По замыслу внезапной проверки в полном составе приведены высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. К проверке также привлекаются некоторые соединения Центрального подчинения. Проверка направлена на оценку способности вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другая цель проверки – определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года стратегическом командно-штабном учении Центр-2019. Роман Бирюлин, «Красная звезда».